Продолжение следует... Я должен сказать, что для меня огромная честь, как и для Гелены, которая является моим самым модератором, принимать такую выдающуюся панель, эту президиум в Москве. Я должен сказать, что вполне вероятно, сегодня у нас действительно представители области трансплантологии мирового уровня. Итак, вместе с Геленой, которая является директором по медицинским программам фонда Осколково, будем совместно вести эту дискуссию. После этого у нас будет еще два основных выступления от уважаемых участников форума. И после этого мы будем просто вести всю дискуссию на представленную тему, заявленную тему. Я постараюсь сделать эту дискуссию как можно более оживленным, дам возможность задать вопросы, выступить с замечанием. Пожалуйста, активно участвуйте, поднимайте руку тех, кто хочет выступить и принять участие в дискуссии. Позвольте мне начать с того, чтобы представить вам профессора Паула Маккиарини. Я прочту, чтобы не сделать усыпку. Профессор Маккиарини является профессором регенеративной хирургии Каролинского института. Он всемирно известный хирург, который провел пионерские работы. Его основные научные исследования – это трансплантация интерактивных органов и тканей. Он помог достичь успеха при первой пересадке без иммуносупрессии. В последовательной операции в марте 2010 года последовала хирургия ребенка. Он награжден мегагрантом Российского правительства за его работу в Кубанском университете, где он также провел уникальные операции. Пожалуйста, давайте поприветствуем профессора Маккиарини. Слева от меня, слева от Гелены, это профессор Сергей Готея, который является директором ФГБУ Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. Он является первым хирургом в России, который провел трансплантацию сразу нескольких органов и первый хирург в мире, который провел одновременную трансплантацию правой части печени и почек от живого донора. Мы очень рады видеть его здесь. Давайте поприветствуем профессора Готея в нашем коллективе. И, наконец, я хотел бы представить профессора Васильева. Вообще, это уникальная ситуация в России, когда ученые, которые являются руководителем целого научной лаборатории, и передовой научной лаборатории, принимают очень сложные решения стать функционером. И он действительно сделал это несколько лет назад для того, чтобы продвигать эту технологию в России. И вы знаете, сейчас есть новое законодательство, которое, мы надеемся, будет принято очень скоро. И я должен сказать, что мое собственное восприятие профессора Васильева – это в качестве героя, который с оружием в руках борется за внедрение новых технологий в Россию. И, быть может, через несколько лет с его помощью, с помощью его работы в министерстве, мы увидим, как эти технологии станут полностью принятыми юридическими. И будут внедрены технологии, разработанные ведущимися российскими учеными. Приветствуем. А теперь давайте представим других гостей. У нас есть еще несколько докладчиков в панели. Позвольте мне представить вам господина Карлоса Олгуина. Он наш гость из Сан-Франциско, Калифорнии. И он руководитель научно-исследовательской группы компании Autodesk. И он расскажет нам, какая связь у нас с регенеративной медициной. И, быть может, связь в том, что это одна из самых лучших компаний в компании Softnova, которая является передовым предприятием по биопечати. И через несколько лет, быть может, мы сможем печатать на принтерах органы человека. Давайте поприветствуем профессора Карлоса Олгуина. Еще один докладчик у нас из панели. Это доктор Артур Саев. Он является генеральным директором и учредителем, организатором Института стволовых клеток человека здесь, в Москве. В этом году это предприятие торжественно празднует свое десятилетие. И фактически это первое биотехническое предприятие, которое стало публичной компанией. Он генной терапией и занимался, а также у меня большой опыт по лечению ишемии. А теперь позвольте мне предоставить слово профессору Маккиарини, который выступит с докладом. И я думаю, он сам расскажет нам, что он имеет в виду под темой своего выступления. Большое спасибо за приглашение. Я очень счастлив видеть здесь много лиц моих друзей снова. Я постараюсь подытожить, что у нас достигнуто, какой прогресс сделан за последние несколько лет не только в Европе или в США, но также и в России. Ну вот это очень важный слайд, который для меня этот важен, поскольку здесь показано, в каком состоянии мы находимся, в том, что касается незаразных болезней. И сколько нам стоят эти болезни в миллиардах американских долларах. Значит, это незаразные болезни и как они влияют на экономику. Ну, в данном случае это статистика для Соединенных Штатах. Но мы можем экстраполировать эти результаты фактически на весь остальной мир. И очень странно видеть, что вот эти три основных болезни можно лечить, ну, не обязательно согласно стандартам, но по новым терапиям. И по ним достигнутся существенные продвижения, существенный прогресс. Итак, регенеративная медицина. Это не обязательно новая наука, не совсем новая наука, потому что греки еще открыли, что печень может себя восстанавливать. И может восстанавливаться после повреждения и восстанавливать функциональность органа. Значит, и вот это самое современное представление регенеративной медицины. Это прекрасная картина Сальватора Дали, где, когда показано, что мы можем строить, собственно, органы и ткани, не обязательно в клинике, как это делается обычно по стандартам. Регенеративная медицина имеет две области. Это, во-первых, инжиниринг тканей и далее клеточная терапия. Я не обязательно буду говорить о клеточной терапии, но о нескольких складах упомяну это, потому что, быть может, через 10 лет, начиная с этого момента, мы проведем форум, посвященный клеточной терапии. Поскольку мне кажется, что будущее лечения болезни без хирургического вмешательства, без трансплантации лежит за этим направлением. По всем мире. Ну, это хорошо известный слайд, который показывает первую пересадку органов с тканевой инжиниринговой. Ну, значит, нам необходимы ткани, взятые от других пациентов, допустим, и нужен биореактор. Вот это первый, значит, пациент, это Колумбика была, мать двух детей, у которой после того, как на 16 лет мы проводили исследование, мы трахею взяли. Значит, далее мы извлекли из трахеи клетки, которые отвечают за отторжение, и потом использовали собственные клетки из ее тела для того, чтобы вести культуру, расширить их. И этот процесс был направлен на то, чтобы избежать какого-либо иммуносупрессии. Вот это основной принцип тканевого инжиниринга. Используя биологические ткани и извлекая из них органы и восстанавливая функцию, скажем, пересаживая эти клетки в новые органы. Начиная с 2008 года мы провели несколько типовых исследований по всему миру, в том числе и в России. И мы были очень счастливы и должны сказать с гордостью, что Российская Федерация, благодаря Мегагранту, мы смогли достичь большого прогресса, провести первые клинические испытания. Они были одобрены согласно этическим стандартам, по крайней мере, с UPNN, скажем, с точки зрения Соединенных Штатов. Это вот критерии, которые были применены. Я решил показать этот слайд, поскольку взаимодействие между наукой, клиникой и регулирующими властями чрезвычайно важны. И в министерствах соответствующие ведомства должны заниматься вопросами биобезопасности, прежде чем давать разрешение на клинические испытания. Я с большой благодарностью должен упомянуть, что нам разрешили провести клинические исследования. То есть и мы там каждый день узнавали огромное количество новой информации. Вот трахея, которая красным показана, это обычная трахея, а правая, желтая, это уже обработано. Итак, несколько лет назад мы делали отчет о первых пяти годах выживших пациентов. И главная критика, которую мы встретили, это то, что мы на шесть месяцев вели клетки, и вы их дифференцировали, и вы не знали точно, как, например, трехмерное искажение у вас было ли. Но вот подтверждение, это свидетельство того, что произошло на самом деле. Стромоклетки здесь дифференцировались, но без какого-либо ущерба, без вреда для пациента. И что мы здесь, чему научились? Мы научились тому, что фактически основной процесс, главный процесс при биоинженеринге органов, создании новых биологических органов, это, значит, извлечь иммунокомпоненты, компоненты, отвечающие за иммунную реакцию. Вот что мы здесь наблюдали через четыре месяца. Если у вас есть неповрежденный DAPI, это отрицательные ядра, это признак того, что у вас нет никакой аутоиммунной реакции. А вот это сердце, снимки сердца в Краснодаре, они были сделаны. Слева вы видите обычное сердце с клетками и тканями. Вы видите, что наши органы состоят из тканей на уровне нано-масштаба, и это очень важно, использовать эту трехмерную нано-топографию. Так, уроки, которые мы извлекли, это в том, что мы можем, значит, извлечь ауто клетки из разных органов. Ну и следующий трансплант у нас будет уже готов, это другие органы. За следующие два года мы можем повторно посеять эти клетки. Почему это важно? Потому что иммуносупрессия, значит, отрицательно воздействует на миллионы пациентов. И вот здесь статистика показана. То есть, не только следует участвовать самые эффекты отрицательной госпитализации, хирургии и иммуносупрессии. Ну и, естественно, качество жизни, если удается подавить иммуносупрессию, будет оптимальным. Итак, здесь мы имеем дифференциацию менее участвующих клеток в кондо-генезисе. Ну и здесь время требуется больше, от двух до шести месяцев, в зависимости от длины. В зависимости от биоплатформы. Так, если вы имплантируете в человека здесь, то первое осложнение заключается в том, что мы здесь стремимся к более высокой концентрации кислорода. Мы здесь не хотим ин-витро дифференциации. Ну и самая большая критика, которую я встречал, это в Российской академии наук, когда я делал первую трансплантацию. Здесь не было воскулиризации этого органа. Какой бы орган вы ни брали, здесь нет необходимой воскулиризации. Вы извлекаете здесь протеины, то есть если вы оцените качество и количество этого протеина, то увидите, по крайней мере, что две тысячи протеинов все еще присутствуют. И здесь усиливает воскулиризацию этих органов. И фактически посыл здесь в том, что нам не нужна артерия или вена. Но если мы применим клеточную математику или инжиниринг, мы можем предсказать, как долго нам потребуется. Биоплатформа, насколько нам долго потребуется биоплатформа. В принципе, тут, возможно, любой орган может. Какие же мы извлекли уроки? Вот основная критика, которую мы обычно встречаем от моих коллег. У вас нет никакого представления, сколько клеток вам понадобится. И как они конкурируют за поверхность, поскольку есть пролиферация и умножение клеток. То есть вы не знаете, сколько клеток понадобится. Но нужно знать точно, какова будет топография тканей. Ну, это вот здесь кишечный першорительный тракт. И добрая вещь состоит в том, что близость клеток, если вы изучаете микроанатомию человеческого организма, то вы видите, как ткани здесь входят в эту биоплатформу. Вот здесь, например, картина показана через 14 дней после получения аллогена недифференцированных клеток. Нейрогенные, сосудистые клетки. Ну, конечно, мы также наблюдали это, что если вы используете биоплатформу, то поднаблять такую картину, что можно ожидать. Ну, структура, которую вы видите здесь, вот эти свитки, которые вы видите, они сокращаются биомеханикой. И это очень важно, поскольку вот эти узлы сокращаются. Поскольку имплант здесь не будет постоянный орган, он будет биодеградировать, конечно, на токсичном уровне токсичности и на уровне функциональности. Вот биодеградация, конечно. И мы провели исследование в Москве несколько лет назад. Мы использовали некоторые агенты для того, чтобы усилить близость между клетками. И, наконец, конечно, очень важно это для стран, где отсутствуют донорские органы. В России отсутствуют донорские органы для детей. И именно поэтому нам нужно было создать что-то, что всегда было бы готово. И мы хотели использовать поставленный банк органов для пересадки, используя искусственные биоплатформы. И хочу показать им, что до сих пор мы сделали. Благодаря вот мегагранту в Кубанинском университете мы разработали целый набор разных органов, включая гортань, диафрагму, селезенка, мозг, корень аорты, трахею, сердце, урерта. И здесь некоторые из этих слайдов представляют фотографии, сделанные не только при проведении клинических испытаний на крысах, но и в Центре приматов в Сочи, например. И мы видели, что клетки у крытков воспроизводятся. Почему биоискусственные платформы? Во-первых, мы можем использовать электроразгонку или другие методы. Вот здесь все показывают лентопографические конструкты. И, наконец, есть возможность усовершенствовать эти клетки, используя, улучшая их биомеханические характеристики, например, нанофибру использовать, наноткань, нанофибру. Ну, мы исследовали биомеханику таких клеток, и мы работали в сотрудничестве с Московским институтом биомеханики. И мы считаем, что можно разработать искусственные конструкты, такие как искусственный, например, сердце или искусственную печень. И, значит, необходимо разобраться в биомеханике, потому что, например, органы дыхания у нас срабатывают 70 миллионов раз на протяжении жизни. Ну, и здесь у нас показано, что вот эти зеленые клетки проникают в искусственную матрицу. И здесь вы хорошо видите, как клетки здесь дублируются, то есть в живой ткани. Это то, что, по сути дела, мы сегодня можем сделать за несколько дней, но необходимо, на это уходит иногда и несколько месяцев. И в России мы над этим уже работаем давно, и постепенно расходы на это снижаются. И думаю, что в будущем это принесет нам большие преимущества для того, чтобы использовать при лечении больных. Итак, регенеративная медицина – это не только тканевой инженеринг, как хирург могу сказать, что клеточная терапия – это более футуристическая идея, чем просто биоинженеринг. И вы здесь можете использовать аллогенетические клетки или ортологичные клетки. Но прежде всего необходимо понять математический подтекст всего этого. Как взаимодействует математический биоинжиниринг, чтобы создавать взаимодействие различных категорий и понять, почему клетки развиваются негомогенно. Если взглянуть на этот слайд, то вы увидите, что прогноз математической модели, когда можно понять, в чём заключается физиологическая модель взаимодействия, и что клетки, сколько клеток нужно вводить, сколько их понадобится. Ситуация может меняться. А здесь на этом слайде вы видите модель гиперинтензии лёгочных путей, что означает это теоретически, с экономической точки зрения, проект стоимостью 200 миллионов долларов. И, ну, скажем, если взять Россию, то мы, где гиперинтенсивных технологий и препаратов особенно нет, то, скажем, клетки, которые забираются у рецепиента и без какой-либо трансплантации в дальнейшем выращиваются, культивируются, то такие исследования могут вполне помочь в будущем найти новые выходы, новые области развития регенеративной медицины. Ну, знаете, как я сказал, 200 миллионов долларов – это, возможно, и не такая огромная стоимость, если мы сравним это с тем количеством людей, которым открытия, которые сделаются в дальнейшем, могут помочь. Что касается вопросов биотетики, меня столько критиковали по поводу моей работы. И, ну, благодаря времени я получил компенсацию не с экономической точки зрения, а шанс, у меня появился шанс показать, насколько наша работа необходима для регенеративной медицины, для людей. Необходимо, конечно, следовать этическим моделям. Где бы вы ни работали – в больнице или в университете, в министерстве, потому что биоэтическая комиссия всё равно всегда будет следить за вашей деятельностью. Необходимо понять, каковы исходы, результаты исследований ин виву, ин витру. Очень сложно выявить и понять, когда именно перейти на реальные клинические исследования. И нужны ли долгие исследования сначала на мышах и потом. Ну, этот процесс довольно туманен. Что касается исследований и дальнейших разработок, конечно, клиницисты и учёные должны работать вместе. И не только. И биологи, и трансплантологи. Клинические исследования, конечно же, могут проходить только если все предыдущие моменты приняты во внимание. Итак, пару слов о каких пациентах. Мы с какими пациентами должны работать. Ну, возможно, это недостаточно этически говорить так. Но мы должны понимать, к чему приводит к регенеративным медицинам. Никто здесь не говорит о смерти. Здесь все говорят только об успешном исходе. И на этом должен строиться подход к регенеративной медицине. И таким образом, сведение к минимуму таких конфликтов – очень важный момент. На этом сайте вы видите слова Элона Рассела, великолепного учёного, который сказал, что благодаря нашей работе мы сделали большой прорыв. Это революция. Теперь мы можем переходить напрямую, работать с пациентами в клиниках. А на этом слайде я просто благодарю всех тех, с кем я работал, всех тех, кто внёс свою лепту в нашу общую работу. Благодарю вас. Спасибо, господин Маккиарини. Я думаю, сейчас у нас время, может быть, на один вопрос. И позвольте напомнить, что если у нас останется время, то больше вопросов мы зададим в конце, после всех презентаций. Итак, у вас есть вопрос? Один вопрос к нашему участнику. Вопрос аудитории? Ну ладно, ладно, переварите пока информацию. Я из Бразилии. Хочу поздравить вас с вашей работой. Эта металлогия открывает новые перспективы для транспантологии и очень жизненно важных органов, например, матки. Но я бы хотел дать небольшое замечание по этому поводу. Что мы изучали органы грудной клепки? Есть три основные момента. Я много работал с детьми в клинических условиях. И мы пытались даже регенерировать мозг. Тогда мы получили мегагрант на проведение проекта. И последний проект довольно интересен, поскольку позволяет нам открывать новые горизонты, горизонты в области нейронов. И это своего рода мостик, что ли. Мостик между тем, как клетки могут восстановить свои функции. Ну вопрос. Ну да, мы это можем делать, конечно, с любым органом. Но будет ли это работать на людях так же успешно? Могу я задать вопрос? Профессор Маккиарини, благодарю вас за очень впечатляющую презентацию. Сколько случаев, сколько вы провели таких исследований в клинике? 18. По поводу трахеи. 18. У меня есть следующий вопрос. Вы, по сути дела, гражданин мира, поскольку вы работали во многих странах сейчас в России. Какое преимущество, нет, точнее, какая преграда? И с какой преградой вы столкнулись, с каким преимуществом, как ученый и как хирург зелости? Вы знаете, у меня очень много друзей в России. Россия позволила мне продолжить все свои работы в лабораторных условиях. И, к сожалению, иногда то, что можно сделать за пару недель, отнимает несколько месяцев. Но это вопросы такого технического характера. Все равно ситуация улучшается. Мы проводим постоянный диалог с представителями министерства здравоохранения и других министерств. И обещания, которые мы получаем. И действительно, мы видим, что ситуация изменяется. Вот, ну и позитивный аспект. Столько потенциала в этой стране, столько пациентов, с которыми можно работать. Я думаю, что биоинженерия в России будет играть и клеточная терапия, очень инициативная область, и будет играть очень большую роль в дальнейшем в развитии регенеративной медицины. Не только в России, но и всего мира. Благодарю вас. Гелена, мы готовы? Сейчас кому мы даем слово? Итак, я еще раз благодарю господина Маккиарини. Благодарю вас. И теперь мы передаем слово. Мы переходим к более такой практической тематике. Добрый день. Моя ошибка. Я хочу... Я работаю по компьютерным технологиям. Я благодарю вас за ваше выступление. Хотел сказать, что я не... Я являюсь... Я являюсь... Занимаюсь разработками дизайнов, продуктов софтверных. И мы пытаемся понять, как можно использовать наши знания и опыты в исследовании стволовых клеток. Итак, Карлос Олгуэн. Я работаю в Autodesk. Это компания по производству ПО, программного обеспечения. Кто-нибудь слышал об этой компании? Поднимите, пожалуйста, руки. Да, именно так я и думал. Итак, краткое вступление. Что мы производим? Мы разрабатываем ПО. Занимаемся уже этим 30 лет. Это помогает и инженерам, и дизайнерам в разных секторах. И всё, что сегодня, по сути дела, возникает, обязательно требует каких-либо программных обеспечений. И мы, например, очень много работали в области гейминга, и видео, и киноиндустрии. Практически любой фильм с последних 30 лет, он использует нашу компанию, да, который симулирует и помогает визуализировать образы. Итак, упомяну основные паттерны, с которыми мы сталкиваемся. Итак, мы... Которые помогают нам понять новые условия дизайна. И это называет... И вот этот процесс называется сканировать, модифицировать и печатать. Ну, что подразумеваю? Что я подразумеваю под сканированием? Мы реальность как бы ухватываем, мы её фотографируем, мы её затем модифицируем, мы потом её симулируем, и то... И затем выходим на уровень принта. То есть мы делаем 3D-версию того определённого образа. Приведу пример того, чем занимается наша компания. Итак, сканирование. Вот, например, мы сканируем. Мы можем сканировать какое-нибудь здание огромное. Мы можем сканировать очень быстро, просто за счёт того, что снимаем на iPhone. Фотографию, скажем, спортивной обуви. И мы затем создаём модель 3D. Мы забираем эти фотографии, а потом с помощью компьютерных технологий перерабатываем этот образ. И постепенно выстраиваем такую трёхмерную модель, которую мы можем затем уже, по сути дела, оживить путём печати. Очень кратко пример такого принтера. Вы сканируете что-то, вы информацию запускаете в принтер. Ну, тут масса всяких проводов. И идёт процесс, простите, модификации. И таким образом мы пытаемся улучшить тот образ, который стараемся воссоздать. Таким же образом мы работаем и с любыми другими объектами. Мы там, например, мы работали с объектом стадиона в Бразилии или с высоткой в Шанхае. Вы видите на этом слайде, эта высотка выглядит очень футуристически. И вот эта вот, и её форма, форма этого здания в виде своеобразного свёрнутого конверта, это всё благодаря нашим технологиям. Я пропущу пример, перейду к другому. Ну, в эрокосмической области также в будущем, тем более, будут использоваться наши технологии. То есть это то, что, по сути дела, не противоречит никак природе и позволяет нам создавать трёхмерные образы. Итак, печатание. Процесс печати позволяет локализировать те методы, которые мы создали. Если взять тот предыдущий пример с спортивной обувью, вы видите, как это выглядит в такой скелетной, если можно сказать, структуре. Это ещё не функциональная обувь, но это такой скан, своеобразный скан. И мы работали над этим программным обеспечением около девяти лет, если не ошибаюсь. И на сегодняшний день более десяти миллионов пользователей присоединились к нам, к созданию этих программ и приложений. А это другой пример показать, как в космосе, по сути дела, могут работать печать в 3D. Итак, это вступление. Это было вступление просто, чтобы показать, чем мы в общем занимаемся. И теперь, по сути дела, я бы хотел перейти от неорганической к органической части. То есть, по сути дела, и органические ткани можно печатать. Итак, по сути дела, те же шаги, которые мы проходим при воссоздании 3D-образов неорганических образцов, мы можем перенести их на органику. Здесь также используется принцип самосборки. Наша группа, наша команда работают с различными исследователями из различных областей. И мы воссоздаем механизмы, необходимые для улучшения, акселерации дальнейшей области нашей работы. Нам не обязательно иметь какие-либо ученые звания, чтобы добиваться таких результатов. Мы пытаемся создать такие платформы, в которых могли бы принять участие в их работе и разработках люди разнообразных специальностей. Еще один пример. Вот отсканированные элементы в контексте чего-то, что более связано с биологией. Это было сделано на конференции по генонам и вирусам в Бостоне. Это Джордж Чёрч, который является известным ученым. И на конференции мы сканировали лица людей. Ну, значит, примерно 30 лиц. Мы сканировали не просто статические изображения, а в движении. И потом мы попросили их сделать разные гримасы. И потом пытались нормировать эти данные. И интересно еще то, что я сказал, что это полная сетка. И когда у вас есть такое изображение, то вы можете параметризировать этот массив данных, квантифицировать их и измерить, насколько широка улыбка, допустим, здесь. И потом вы можете начать коррелировать эту информацию с другими массивами данных или по другим доменам. И можно оценить, каким образом вы коррелируете эту информацию, скажем, с вашим геномом. Будет ли здесь какие-то маркеры, отчетливые маркеры ДНК, которыми можно ассоциировать вот эти черты. То есть мы не целый геном здесь анализировали, а биокод. То есть здесь существуют различные применения, скажем, в целях диагностики или, скажем, для успешной работы систем безопасности, распознавания образов. То есть здесь можно применить эту информацию в ряде проектов. Ну, в принципе, можно подпишить информацию. Ну, что касается сканирования, и после того, как сканируете и визуализируете, вот это, каким образом вы используете такое программное обеспечение, скажем, вы пока изображаете, как взаимодействуют между собой молекулы. Молекулы здесь белков. Это важно, поскольку, хотя здесь не участвовали в этой работе дизайнеры, следует учитывать, что обычно вы не видите такие изображения. И в любом случае мы можем помочь визуализировать полученные массивы данных, полученные результаты сканирования. И условная краска здесь помогает нам тоже. Важно показать различные применения этой технологии. А это тоже одна из форм визуализации. Это не только биопринтинг, чего-то функциональное, но это трёхмерная печать молекулярного комплекса. Здесь вы видите на устройстве C50S. Это ещё один пример визуализации. Итак, ну, вы знаете, я здесь пропущу просто ряд слайдов, и просто не буду вам показывать какие-то подробные детали. Это полипептиды справа показаны. Это можно пропустить. Это ещё модельный пример моделизирования. Это кристаллизованный полимер. И много упирается, конечно, на вопросы программирования. По крайней мере, меня всё это волнует, что как вы меняете всего одно условие, один параметр, и вы видите, что полностью меняется всё поведение этой структуры. Вы можете моделировать это не только раз, но можно тысячи, сотни, тысячи это раз сделать. Кроме того, можно ускорить жизненный цикл или цикл исследований, где бы ни проводились эти исследования. И, в конце концов, улучшить и разрешение, и убыстрить получение результата. Покажу ещё несколько примеров конкретную работу в биопринтинге, биопечати. Это сделал Шан Даглас и Шон Чёрч. Это структуры, которые моделируют ДНК. Это вот здесь агрегат клеток. И это здесь структуры, вы видите, значит, типы и характеры произвольных дизайнов, изображений. На нано-масштабе, вот с таким изображением, можно это делать. Если клеточная биология работает, то, быть может, следует более широко применять в биотехнологиях, в клеточных технологиях. Ну и, скажем, можно применять ДНК в качестве строительного материала. И только в присутствии определенных клеточных маркеров, определенных клеток, вы видите, что здесь происходит слияние, близость клеток более активно. Ну и, так, здесь можно показать клетки здоровые, клетки рака, можно исследовать лейкемию, и можно показать, что, каким образом устраняются раковые клетки. То есть, много применений в будущем этих технологий. И совершенно явно, что эта технология пока еще не проявила все свои возможности. Быть может, через 7 лет вы увидите огромное количество новых применений. И я думаю, каким образом мы можем применить это на благо следующих поколентов, и как использовать эти технологии. Ну и, биомод, это одна из технологий, которая помогает создать новые функциональности, новые модели, и позволяет многим ученым более успешно работать по своим направлениям. И вот здесь пример синтетической биологии. Вот пример работы, которая в университете штата Вашингтона, клеточной терапии, например. И синтетическая биология становится новым направлением наукам. И я, опять же, переключусь немножко на то, что мы делаем с Органово. И это еще один проект по биопринтингу, биопечати. Пока еще публика не очень-то знает. Но это вообще совершенно поразительный стартап из Сан-Диего, который сейчас занимается созданием функциональной трехмерной ткани для конкретных применений. И цель их вывести эту технологию, биофармакологическую технологию на рынок. Что они делают? Они сейчас способны создать 96 функциональные функции печени, которые помогают при скрининговых исследованиях лекарств. И преимущество, которое здесь вы получаете, это то, что можно более активно проводить исследования того, как клетки взаимодействуют в более естественной среде. И здесь можно дать миллионы клеток, которые не обязательно будут человеческими клетками. И здесь вы видите преимущество этой технологии, потому что это анонимная ДНК, человеческая ДНК, которая представляет естественную среду. Но, думаю, еще за пределами этих технологий, за пределами скрининга и биофармакологии, возможно, и другие сценарии персонализированной медицины. Можно думать, что однажды, и, быть может, достаточно быстро, вы сможете выращивать стволовые клетки из любых клеток вашего тела, из клеток кожи, из слюны, клетку, присутствующую слюни и так далее, и создать персонализированные наборы для скрининговых исследований определенных лекарств. Это потрясающее биофармакистическое применение. Если подумать о последствиях применения ее, то вы сможете исследовать не только 96, скажем, разных лекарств, их воздействие на вас, но, используя ваше ДНК, можно использовать, например, выбрать именно те лекарства, которые успешно вылечат в баконрето вашей болезни. И вот это один из конкретных примеров исследований, которыми мы занимаемся. И на этом я, пожалуй, закончу. Ну и вот это подытоживает то, чем мы занимаемся. Данная технология позволит отдельным людям разрабатывать, синтезировать ДНК в качестве нового инструмента исследования. Однако путь, который проходит от идеи синтезирования ДНК до функциональных применений, должна преодолеть множество преград. Ну, здесь не следует использовать все возможности, и в том числе для того, чтобы быть в состоянии масштабировать дизайн ДНК. Наш проект DNA Display пытается дать ответ на этот вопрос и создать такие ДНК, которые физически и наглядно послужат новым инструментом исследований. Ну, значит, показано, каким образом проект Cyber участвует в дизайне ДНК. Это секвенсы последовательности ДНК выбираются в качестве марка. Далее были разработаны варианты печати этих новых ДНК на 3D-принтере. Ну, и, наконец, искусственная ДНК используется для того, чтобы пропитать исследуемый образец. И этот визуальный ряд показывает один из первых шагов для того, каким образом применять эту спроектированную с помощью компьютера ДНК. То есть структура, которую мы создаем, становится новым инструментом исследования. Мы создаем образцы ДНК, которые имеют как физическую, так и визуальную структуру. Являются физической сущностью и визуальным образом. Большое спасибо. Я думаю, можете вы присоединиться ко мне. Да. Ну, есть ли вопросы к Карлосу, быть может. Ну, прежде чем мы начнем общую дискуссию. Можно задать вопрос Карлосу. Один короткий вопрос. Есть ли уже напечатанные органы? Существуют ли они на самом деле? Я думаю, доктор Маккиарини лучше ответит на этот вопрос. Но я бы мог сказать, я предполагаю, что такие сложные органы пока еще не печатаются на биопринтере. Но простые органы, такие как части сосудистой системы или мочевой пузырь, можно уже печатать. И, ну, конечно, без клеточного каркаса что-то напечатать очень трудно. Да, мое личное мнение в том, что, вы знаете, никогда не будет возможности печатать трехмерные трехорганы человека. Ну, я, конечно, не упоминаю очень простые вещи, например, как ткани кожи или что-то подобное. Более простые вещи. У меня есть вопрос к профессору Готье. Значит, у вас есть два выступления. Вы слышали два выступления. Одно из них можно назвать научной фантастикой. Пока еще оно не внедрено сегодня. Или, может быть, будет внедрено в каком-то будущем. Второе, например, будет внедрено где-то через 10-20 лет с этого момента. Ну, а что касается сегодня, то вы каждый день проводите огромное количество операций. И вообще выполняете великолепную работу, фантастическую работу. Приняет для этого ваш талант, ваши руки. Как вы думаете, некоторые из вещей, которые вы услышали, и некоторые вещи, которые вы услышали от других докладчиков, найдут ли они применение в России? То есть, что вы делаете? Вы делаете очень большую полезную работу. Может быть, вы расскажете об этом и оцените то, что вы услышали. В частности, профессор Меккериниш там рассказал. Прежде всего, я должен сказать, что все технологии, более старанные технологии, все технологии, о которых мы услышали здесь, не должны противоречить друг другу. Все технологии, в том числе те, о которых нам рассказали, не должны противоречить друг другу. Напротив, они должны взаимодополнять. дополнять друг друга и компенсировать те недостатки, которые присущи одному методу или другому методу. То есть методы должны быть взаимодополнительными и помогать друг другу. Здесь нам сообщили о двух интересных направлениях разработки тканевых методов, тканевых технологий, которые должны найти применение в нашей практической работе, они должны использоваться совместно. И сейчас у нас нет пока никакого опыта, отсутствует опыта, мы не знаем, насколько сочетаются эти методики. В повседневной практике это пока не испытано. Но тем не менее, думаю, что мы дорастем до такого момента, что будем создавать искусственные органы с помощью этих методов. Что может оказаться очень полезным, например, при трансплантации детских органов. Потому что в настоящее время, если возникает вопрос о малоразмерных сердцах или легких, маленьких сердцах или легких, то я думаю, что лучше использовать искусственные органы, чем брать живые органы от малолетних представителей рода человеческого. Это может нам помочь разрешить некоторые детические проблемы в данной области. В нашей практической трансплантологии. Я думаю, так. Итак, последний вопрос. Дайте я задам. Если представить себе, что сегодня у вас был бы доступ к любой технологии, имеющейся в мире. И представьте, что отсутствуют правовые барьеры. Я не говорю об этических барьерах. Я говорю о барьерах, которые ставят нам право, закон. Какую методику вы бы все-таки взяли на вооружение? Из того, чем вы еще не воспользовались? Я не говорю, что мы не задумываемся о том, чтобы попытаться применить какие-то технологии в данной области. Но, тем не менее, я пока не могу выбрать самую лучшую из них. Потому что многие чрезвычайно привлекательно выглядят. И я думаю, что за ними блестящее будущее. Но мы должны использовать наш шанс на попытку. То есть мы должны попробовать практически, собственными руками применить эти технологии в нашей практике. И все это очень впечатляюще. Спасибо. Спасибо большое, господин Готье. Так, смогу я спросить, сколько у нас сегодня в зале доктора со степенью доктора? Очень мало. Поэтому думаю, что это действительно интересно, что так много людей, которые, по сути дела, не являются клиницистами, заинтересованы в таких технологиях. Поэтому хочу задать вопрос, который не связан с клиникой, больше со средой. Я говорю о регуляторной среде, и думаю, этот вопрос должен задать Андрею Васильеву, который не просто ученый, но и представитель регуляторного органа. Какие барьеры в нормативной среде в России сегодня необходимо преодолеть, чтобы внедрить клеточную и регенеративную технологии? Спасибо. Если, возможно, я бы хотел говорить по-русски. Значит, вы знаете, барьеры те же, что и во всем мире. Мне очень понравилось, извините, я немножко отклонюсь, что профессор Макеорини посвятил большую часть своего доклада проблемам этики. Потому что мы вступаем в область, где много этических проблем появится, регуляторные проблемы уже появились. И опять же, профессор Макеорини сказал о том, что нужно разрабатывать тесты на животных, что нужно разрабатывать адекватные модели для изучения биобезопасности. А это очень и очень непросто для клеточных продуктов. Во всем мире сегодня нет золотого стандарта. Он есть для лекарств, он есть для изделий медицинского назначения, но нет для клеток. В Европе есть одни нормы, в США другие, и они еще дорабатываются. Мы стоим перед созданием новой области. Это не лекарство, это не изделие медицинского назначения, это нечто синтетическое, которое включает в себя элементы трансплантации органов, тканей и в то же время производства. Вы задали вопрос, что нужно преодолеть. Надо создать новую область, построить абсолютно новое здание. Это делается во всем мире. Я хотел бы сказать, что сегодня подготовлен проект закона. Хотел бы воспользоваться возможностью и сказать, что в зале присутствует один из основных авторов этого закона, Людмила Андреевна Лоцман, сотрудник министерства. Одновременно здесь же присутствуют люди, которые по заказу Министерства здравоохранения разрабатывают требования GTP, good tissue. Это требования к обеспечению работы с тканями и клетками. Очень серьезная задача – это разработка доклинических, клинические исследования даже меньше нас беспокоят, а вот докмодели доклинических исследований. Я вот не могу себе представить, я об этом говорю в несколько восторженном таком виде, как профессор Маккиарини испытывал это на животных. Я думаю, что работа, испытание и отработка этого продукта на животных была намного сложнее, чем то, что профессор делает, как блестящий хирург. Давайте воспользуемся этой возможностью и зададим этот вопрос. Пауло, вопрос, какие клинические модели Вы использовали и приходилось Вам использовать до того, как Вы перешли на испытания на человеке? Вы использовали какие-либо практические моменты, которые уже используются в мире? В России. Ну, первое, необходимые законы, нормы, потому что без этого мы никуда не продвинемся. Я был удивлен, когда в прошлом году услышал, что знаменитый хирург здесь, в Москве, провел пересадку и пациент в результате умер. Тогда использовались практически те же самые протоколы, которые мы опубликовали несколько лет назад. Вот почему я действительно привитываю инициативы правительства для выработки законных норм. Но клиницисты должны также очень осторожно к этому подходить, потому что без опыта в области исследований, и клинических исследований, конечно же, нельзя прийти к определенным, к четким результатам. То, что мы обычно делаем согласно этическим стандартам, конечно, мы должны начинать исследования в инвитро, потом переходить на испытаниях на животных, лабораторных мышах, потом на свиней, и, возможно, только потом уже постепенно перейти на, скажем, оприматовый, только потом на людей. Мы уже начали в некоторых наших центрах при клинические исследования такого рода. И когда уже все исследования такого рода будут завершены, я думаю, тогда уже государство должно задуматься о нормативной базе, необходимой для пересадки органов. Это то, что каждый законодательный орган должен задать себе такой вопрос, так же, как и FDA, Американское управление по контролю за лекарствами и продуктами питания. И думаю, что если нет законов, нет каких-то регуляторных механизмов, то и клиницисты, и индустрии в целом будут сталкиваться, конечно же, с проблемами, прежде всего, проблемами этического плана. Если я правильно понял, существует типологическое законодательство, которое сегодня вырабатывается, и эта ситуация, если возникает угроза жизни пациента, что в этом случае позволят ли, скажем, европейские или американские регуляторы такого рода исхода ситуации. Приведу пример. Мы в апреле сделали пересадку маленькому ребенку, двугодичной, и, по сути дела, не было шанса, что ребенок выживет. Мы обратились к ФДЕ, и мы подготовили файл в 700 страниц, провели, где мы выделили всю-всю-всю, четко сдетализировали всю информацию по данному ребенку, с тем, чтобы у нас была доказательная база того, что, в принципе, 99% ожидался смертельный исход. Но это редкий случай. Если мы хотим проводить клеточную терапию, если мы хотим ею заниматься в будущем, нам нужна законодательная база в этой области. В России ведь сегодня, например, стволовые клетки используются только, по сути дела, для того, чтобы делать деньги. Где-то их продают, кто-то их покупает. Такую тенденцию надо изменить, надо выстроить доверие к этой области. И когда государство дает вам мега-гранты, мы должны понимать, что это еще один шаг, этический шаг, возможно, в сотрудничестве друг с другом проводить клеточную терапию и трансплантологию должным образом, в этическом ключе. Прежде чем мы перейдем к стволовым клеткам. Короткий вопрос к господин Майокьяни. Представьте, что есть такой же случай, что есть ребенок, у которого нет шансов жить, и при этом у вас в руках есть какая-то технология, которая до этого не применялась. Вот FDA потребовала 700-страничный доклад. Сколько вам понадобилось, чтобы подготовить эту документацию? 700 страниц, да? Сколько вы сказали? И получить разрешение FDA. Я хочу задать вопрос господину Катерина, сколько ему понадобилось бы времени. Дам вам пример, например, случай в Москве. Несколько мальчик, совершенно родившись несколько дней назад, и мать его связалась с нами. Мы обратились к министерству за помощью, в свою очередь. Когда дело доходит до какого-то определенного, одного специфического случая, когда речь идет о ребенке, надо, приходится, конечно же, обращаться в выстоящие органы с тем, чтобы получать разрешение на трансплантацию. Как это было бы в России? Может, потом Андрей бы что-то сказал, два слова, а потом мы перейдем в конце к клеткам, которые были упомянуты, к словам клеткам. Я думаю, что я больше к Людмиле Андреевне Лоцман, потому что она у нас законодатель. Но я думаю, что с участием, так сказать, людей из министерства, которые непосредственно определяют политику в медицинской помощи населению, я думаю, что мы добились бы этого разрешения. решения быстрее. Но здесь очень важна позиция родителей, конечно. И здесь вообще жизнью ребенка распоряжаются родители. Если у нас есть реальные технологии помочь, и мы что-то можем толково объяснить тем людям, от которых зависит жизнь ребенка, наверное, эти необходимые условия при соединении этих двух позиций, наверное, позволили бы нам сделать это и не быть потом критикованы в средствах массовой информации и обошлись бы без прокуратуры. Коллеги, позвольте мне, очень хотелось бы, чтобы осталось время на Ваши вопросы. Есть еще этический комитет, который должен утвердить это или не утвердить. Мы начали на 7 минут позже, на 8, я держу это в голове. Сейчас Андрей прокомментирует, и мы перейдем к вопросам по целым клеткам. Короткий, если можно, реплику. Да, действительно, мы, как и все страны, регуляторы, министерства, озабочены серым и черным оборотом клеток. И этот оборот, делание денег на клетках, есть везде, в любой стране. И в США, только там есть свои офшоры, например, в виде островов каких-нибудь, да. И в Европе есть клиники, где используют клетки черных овец. То, что, надеюсь, в России никогда не будет. И в каждой стране это есть. И задача регуляторных органов, и общественности научной, и бизнеса, который хочет работать в чистом поле, инвестировать деньги в высокотехнологичную область, понимая, что делаешь благородное дело, в это отработать систему законодательную, регуляторную, чтобы все было законно прозрачно. Но я не могу согласиться, к сожалению, с уважаемым профессором Маккиорини, что в России на клетках делают большие деньги. В России существует много лабораторий, которые показывают блестящие результаты. Я, если в следующий раз меня пригласят на такое же мероприятие, посмею посоветовать организаторам несколько российских докладчиков, которые, надеюсь, покажут результаты и по уретре, и по сетчатке, и по мозгу, может быть, даже по печени. И обратите внимание, уважаемые коллеги, я не назвал кожу. Значит, поэтому есть результаты, и многие, и компании, и институты, и организации ждут этого закона, ждут установления регуляторных правил. Я бы хотел пару слов здесь сказать. Я передаю слово Гелене, чтобы она вступила в диалог с вами. Единственное, что ловлю вас на слове, профессор Васильев, как только будет даже не закон принят, а хотя бы уже, вот видна прямая дорога к его принятию, мы собираем отдельную конференцию на эту тему, если все согласны, потому что это страшно интересно, и приглашаем всех наших, приглашаем вас с большим докладом. Я слышал ваш доклад блистательный про вашу работу. Пожалуйста, да, и Гелен. Да, я бы хотел буквально пару слов сказать. Полностью поддерживаю Андрея Валентиновича в той части, в которой, что процессы, связанные с тем или иным, я бы даже не сказал незаконным, а пограничным применением тех или иных технологий, которые еще не показали себя и не достигли какой-то вот рутинности в медицине. Это повсеместная практика, и на самом деле она не всегда находится там за гранью закона. Я просто вот в той же Германии, то, что вы сказали по поводу клеток, черные овцы, там, эти компании, они делают это официально. То есть это надо понимать. Есть и в Швейцарии компании и так далее. Проблема не в этом. На самом деле, действительно, вот миф о каком-то черном применении клеточных технологий, по моему мнению, он серьезно преувеличен, да, поскольку, как бы, мы всегда просим показать конкретно эти компании, и тогда, в общем, вопрос уходит значительно меньше. Они есть, безусловно, какие-то клиники, которые находятся в каком-то относительно сером поле. Но я бы хотел о другой стороне вопроса рассказать. Вот здесь вот Паула очень, так сказать, реалистично показал, какой комплект документооборота компаниям нужно на то, чтобы получить разрешение. И я вам могу сказать, что Европа и Соединенные Штаты прошли определенный путь, и где-то в 2006 году были приняты различные законодательные акты о регулировании различных адванс-продуктов и в области клеточных технологий, и в области генных технологий. А 10 числа прошлого месяца мы проводили конференцию. Было два крупных разработчика. Один из Германии, немец Уве Маркса, другой разработчик препарата Глибера генотерапевтического. И, в общем-то, оба сошлись в куларах во мнении, что те законы серьезные, увеличившие требования, кратно увеличившие требования к разработчикам, они привели к тому, что по истечении 7 лет в Европе и в Америке зарегистрировано только 3 продукта. И для компаний, которые хотят инвестировать в это направление деньги, появляется огромный барьер в виде количества инвестиций, которые нужно проинвестировать во все эти разработки, в виде времени, и, в общем-то, продукта не видно. Экономике продукта становится не видно. Поэтому это другая сторона модели. И в данном случае хотелось бы, чтобы регуляторы нашли какую-то взвешенную часть, поскольку у нас сложилась такая ситуация с 2010 года, что ни одного разрешения мы не можем выдать, я имею в виду, что регулятор не может выдать на проведение вообще клинических исследований. Это означает, что никто сегодня не инвестирует в регенеративную медицину, и, в частности, в тканевую инженерию, которая является, наверное, одной из самых перспективных направлений, связанных с клеточными технологиями. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным и не злоупотреблять, так сказать, и критикой в том числе. Я сейчас не говорю о том, что существуют этические проблемы, не говорю о том, что, безусловно, все продукты должны пройти все необходимые стадии, но надо посмотреть, что на другой стороне стоит разработчик и инвестор, который тоже должен быть как-то заинтересован в том, чтобы вкладывать эти деньги в разработки. У меня на самом деле есть еще там блиц-вопрос для всех панелистов, но я думаю, вы задем его в конце. А у меня вопрос к Артуру. Вы создали компанию, и на самом деле, ну, вы пионер, да, все это признают. И вы сейчас первый раз за всю полуторачасовую панель произнесли слово «инвестор». Вот мы пробуем быть инвесторами, вот мы сейчас новый фонд собираем, я вижу тут некоторых знаменитых инвесторов из Америки. А стоит инвесторам это дело идти? Ну, знаете, это дело, это такое очень широкое понятие, поскольку, знаете, если говорить о клеточных технологиях в целом, и столовые клетки это только их символ, да, то есть это огромное количество направлений, это тканевая инженерия. Вот здесь говорили о 3D-моделировании, это один из сервисов для тканевой инженерии, да, то есть есть трансфер генов с помощью клеток, есть клеточная терапия, аутоиммунные заболевания, в общем направления огромное количество, и безусловно, в это направление, по моему мнению, стоит идти. Здесь надо взвешивать все вопросы, связанные вот вам и вы, я думаю, что это делаете как инвестор, да, то есть а сколько времени и денег нужно, чтобы пройти весь путь и потом узнать, работает эта технология, этот препарат или нет, да, то есть есть ему место или нет. Поэтому направление чрезвычайно интересное, скажу так, но оно очень непростое. И я бы, конечно, хотел бы, пользуясь случаем, да, то есть вот Андрей Валентинович, например, из среды разработчиков, да, то есть он сам слово кожа не произнес, да, хотя как бы занимался и там в коже сделано огромное количество всего, вот. Так вот, хотелось бы, чтобы мы, думая, прежде всего, о пациенте, о внедрении этих технологий, думали о том, кто это будет делать, да, поскольку государственное внедрение и государственный капитал, он не такой, в общем-то, смарт, не такой умный, как частные деньги, которые думают о рынке, о капитале. Поэтому, безусловно, нужно думать о частных инвесторах и о стимулировании для них этой дороги, чтобы сделать простую. А направлений очень много и очень интересные. Спасибо большое. У нас есть короткое добавление от Карлоса. У нас есть небольшое дополнение от Карлоса и от Паула. Так, мне хотелось бы прокомментировать последнюю часть дискуссии, потому что вы признаёте, что законы чрезвычайно важны при развитии новых направлений науки. Но посмотрите, у нас же название «открытые инновации», и мы должны думать о том, как способствовать новым инновациям, развитию инноваций. И, быть может, драйвер, определить необходимо драйверы, основные ведущие показатели, факторы и подумать о лучших сценариях. То есть в Соединённых Штатах у нас есть тинейджер, 16-летний парень, который, например, разработал новую диагностику для диагностики рака поджелудочной железы, например. Вы знаете, вообще интересно думать, каким образом это получилось. Вообще-то я-то врач, я не физик, но мне кажется, что что-то ещё зависит и от образования. Вы знаете, я пытался не об этом сказать. Я сказал, что голь на выдумке хитра, если уж прижмёт, то придумаешь. То есть, и действительно, вот этот подросток работал в группе научных исследователей. И интересно, он был просто студентом младшего курса медицинского колледжа. И просто они совместно пришли к решению серьёзного вопроса. И мне это подсказывает, что мы сейчас находимся в самом начале червчанно-динамичного этапа, который изменит положение вещей существенно в будущем. Ну, не знаю, как и с чего начать. Вообще, я не люблю инвесторов. И вы знаете, я всегда работал в государственных научных учреждениях и работал просто в государственной больнице. И вы знаете, и да, и меня финансировали с государственного грантового фонда в Российской Федерации. Вы знаете, факт заключается в том, что определить расстояние между частным инвестором и целью, мишенью, расстояние между частным инвестором и, собственно, конечной целью пациентам гигантское. И диалога нет. И, по-моему, система государственного здравоохранения в России гораздо лучше, чем то, что существует в Соединённых Штатах. То есть, здесь система соцсоцсоциирования, медицинского страхования покрывает 100% населения. Вот здесь у нас инвесторы в Москве, несколько в Санкт-Петербурге. И потом, где-то далеко-далеко, вы правы, потому что говорите о лекарствах, о доставке лекарств, обеспечении лекарственным. Но мы, хирурги, имеем цель помочь пациентам, и мы помним, что на нас лежит задача, как и на академическом сообществе, учить, воспитывать новых ученых, специалистов, и они будут уже решать, как применять эти новые технологии. И вообще мне нравится идея, хотя это не мое дело. Но мне нравится, каким образом правительство Российской Федерации образовало этот мегагрант для выдачи грантов на медицинские исследования. И мы должны полагаться на исследователей, ученых и специалистов, а не на инвесторов, если мы хотим строить наше будущее. Потому что инвесторы хотят потратить большую часть, несколько сот миллионов долларов, чтобы заработать деньги, но иногда получается так, что они не зарабатывают. Мы вообще серьезно отстаем от графики, но все-таки остается еще один вопрос. Место для одного вопроса из аудитории, пожалуйста. Кто хочет задать вопрос, пожалуйста. Да, вот дама в дальнем ряду. Пожалуйста, первая подняла руку. У меня вопрос практического свойства. Меня зовут Елена Руда, я научный журналист, представляю проект «Вести наука». Хотелось бы услышать от экспертов хотя бы чуть-чуть по поводу практики связи, может быть, клеточной технологии, трансплантации органов и генетики. Вот сейчас достаточно часто практикуется, рождается ребенок, и вам предлагают собрать стволовые клетки из пуповины, все знают эту технологию. Но, тем не менее, сама, собственно, продолжение технологии еще не развита. То есть еще только сейчас какие-то решения разрабатываются. Как вы считаете, вот насколько вообще реально стоит ли в это ввязываться, как вот с вашей точки зрения? Имей ваш опыт. Коллеги, в силу недостатка времени у меня просьба отвечать «да, нет». Да, я буду использовать такую возможность. Матология – это применяемая процедура. Что касается использования в других направлениях, вот если речь идет о пуповинной крови, то это, конечно, пока исследование. То есть, вот что я хотел добавить. В общем, лет через пять. Такой вопрос надо задать снова. Я бы ответил «еда» и «нет». Вот почему. Потому что любые клетки, любой клетчатый трансплантат, так же, как и все, что угодно медицинское, должно иметь показания к применению. Поэтому вы должны быть уверены, что в случае возникновения проблемы эти клетки будут показаны для лечения этой патологии. Это первое. Это почти что нет. Но второе. Я считаю, что развитие технологий идет так бурно, стремительно, и парадигма в нашей науке биомедицины меняется буквально каждые три года, что иметь запас биоматериала для ребенка, который потом вырастет, очень полезно в любом случае. Спасибо большое всем. Давайте поблагодарим еще раз всех докладчиков. Спасибо большое. И я хотел сказать всем, что у вас есть уникальная возможность примать для вопросов людей, пока не сошли со сцены. Спасибо большое. Всего доброго.